Привет любителям хоккея! В эфире Гол плюс Пас. И сегодня у нас в гостях, так скажем, один из лидеров седьмого сектора, один из лидеров фан-группы хоккейного клуба Салават Юлаев, Эмиль Нафиков. Эмиль, привет! Всем привет! Ну, давай, наверное, не будем церемониться, сразу же перейдем к вопросам, которые всех интересуют. Эмиль, скажи, что изменилось по сравнению с прошлым сезоном? Вообще, в принципе, вся маркетинговая система хоккейного клуба Салават Юлаев, она кардинально изменилась по сравнению с прошлым сезоном. Что конкретно у вас поменялось? Ну, по сравнению с прошлым сезоном, во-первых, добавилось, ну, больше участников стало. В прошлом году сектор был выделен, только половина сектора седьмого уровня, там, верхней части. А теперь нам выделили полностью верхнюю часть второго уровня сектора. Во-вторых, добавились новые кричалки. Сейчас мы закупили новые флаги, и на ближайших матчах уже новая будет атрибутика, новые флаги, новые баннеры, новые футболки мы заказали. Ну, то есть, экипировка будет новая, да. И, ну, во-первых, нас, вот именно мою организацию, Ultras Fans Actions, вернули с четвертого уровня в плей-офф вниз. И, соответственно, объединили, фан-сектор стал объединенный, уже все болельщики. Ну, то есть, вот как раньше было, Ultras были отдельно от фанатов, сейчас они все вместе, да? Да, сейчас все вместе, это объединенная группа фанатов. Ну, и судя по тому, как игры проходят, я вот частенько наблюдаю за седьмым сектором, именно Ultras как раз-таки такие заводилы, да? То есть, они рулят, так сказать. Соответственно, ну, актив сектора — это, ну, как раз мы. И остальные там много новичков, они как раз уже за нами подхватывают нас. И с каждым матчем становится все лучше. И начиная с плей-офф уже чувствуется, что улучшения прям масштабные. То есть, мне это радует. Ну, вообще, вот есть же еще и старые болельщики, тоже вот такие вот уже старожилы, так скажем, фанатского движения Салават Юлаева. И я смотрю, что в основном в седьмом секторе молодые ребята собрались. Как вообще вот взрослые поколения к этому относятся? Нет никаких там терок, так сказать? Абсолютно нет никаких. У нас очень много пожилых, очень много как раз взрослых, уважаемых фанатов. Они пробили не один десяток, там даже за сотню выездов. И то есть, абсолютно все нормально, все вместе, в едином порыве поддерживаем команду. Деления нету на молодых, старых, все равно. Ну, вот ты говорил про атрибутику новую. Вы это за свой счет покупаете или вам клуб помогает как-то? Атрибутику мы все, в принципе, за свой счет. Нам клуб выделяет как раз места в секторе. Мы уже за свой счет берем форму, футболки, либо майки, фуфайки, шарфы, кепки, ну и все остальное. Ну и вы, соответственно, это все покупаете у клуба, правильно? Либо у клуба, либо у нас с этого сезона правило, что на сектор приходить только в зеленом. Соответственно, можно любая зеленая футболка, любая, не обязательно с символикой Салават-Вилаева, но это приветствуется. Можно, то есть, не надо прям заморачиваться, слишком много тратить денег. Можно там по минимуму зеленая футболка и шарф. Ну а, например, если закупаться официальной атрибутикой именно хоккейного клуба Салават-Вилаев в официальных магазинах, сколько в среднем стоит, например, набор, грубо говоря, кепка, шарф и футболка? Ну, шарф, он самый дешевый, там 550 рублей. Насколько я знаю, это один из самых дешевых по всей России шарфов у нас продают. Фуфайка или футболка, они, ну, порядка тысячи, и фуфайка, соответственно, чуть-чуть дороже. Ну, если по минимуму брать, то вот тысячи, 550 и кепка, ну, тоже порядка 700-800. Ну, получается, где-то две с половиной тысячи, в принципе, можно одеться. Да, да. Вперед, уфинцы! Законят наш любимый! Вперед, уфинцы! Наш клуб не победимый! Вперед, уфинцы! На зло врагам и дедам! Вперед, уфинцы! Поддержим и победу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова